Добрый день! С вами снова я, Андрей Журавлев, и мы продолжаем изучать программу Adobe Photoshop. В прошлый раз мы остановились на масках слоя, и я подумал, что, наверное, надо сделать небольшой перерыв в изучении всяких новых элементов изображения, скажем так, с которыми мы работаем, и попробовать поосновательнее познакомиться с инструментом, который мы уже неоднократно использовали. Тема сегодняшнего занятия — инструмент-кисть, или, как его называют в оригинале, Brush Tool. Хочу сразу предупредить, у нас сегодня будет такое, ну, наверное, достаточно суховатое инструментальное занятие. Сегодня не будет никаких красивых картинок, потому что изучать параметры работы инструмента, конечно, удобнее на чистом листе. И начнем мы с основных настроек кисти. Ну, вот, собственно, тот самый чистый лист. Я начну работать с мышкой, и только потом, когда он мне понадобится, подключу планшет. Вот, те, кто со мной давно знаком, наверное, сегодня подумают, что несколько медведей сдохло в тайге. Да, я, наконец-то, обзавелся планшетом, и с удовольствием к нему привыкаю. Но давайте начнем с более приземленных. Все-таки базовые настройки, основные настройки — это, конечно, начинается при работе с мышкой. Вот он, инструмент-кисть, Brush Tool. И основные его настройки мы видим в палитре Options. Так правило, именно вот этим и манипулируют в первую очередь. Да, давайте еще держать в голове вот что. Мы сегодня с вами говорим про один инструмент, про кисточку. Но настройки аналогичных параметров, они будут еще у очень-очень многих инструментов. Но тот же самый штампик, которым, например, перештамповывают при ретуши донорские участки на область ретушируемую, он тоже имеет кисточку. Она тоже должна быть какого-то размера, у нее тоже должны быть какие-то свои свойства. Поэтому сегодняшнее занятие будем считать не только про Brush Tool, но во многом и про все остальные инструменты ручного рисования. Но начнем мы это все и сегодня разберем только на примере кисти. Вот она кисть. Первое, что нужно выставить, когда вы собираетесь рисовать, — это цвет для рисования. Вот здесь внизу в палитре Tools есть пара цветов. Основной цвет — foreground color. Вот он. Можно его выставить, если просто кликнуть по этому квадратику, сказать «Окей». И background color — это цвет вспомогательный. Это то, что висит на подхвате и в случае необходимости может быть быстро поменено местами с основным цветом. Давайте какой-нибудь зелененький, например, сделаем. Скажем «Окей». Вот это способ задать индивидуально каждый из цветов. Если нужно цвета сбросить к стандартной паре, кликаем по маленькой пиктограммке с черным и белым квадратиком. И сразу обращайте внимание на подсказки. Кнопка D. Кнопка D на клавиатуре организует сброс цветов. Если нужно поменять местами основной и фоновый цвет, кликаем вот по этой маленькой кнопочке с переломанной стрелкой или нажимаем на клавишу X. Нажимаете X на клавиатуре, меняются местами foreground color и background color. Есть у нас возможность также... Ну, давайте я хоть что-то цветное здесь поставлю. Есть возможность забирать цвет пипеткой с картинки. Инструмент eyedropper. Пожалуйста, кликаем по любому участку изображения. Тот цвет, по которому попала пипетка, присваивается основному цвету для рисования. Если при работе с пипеткой зажать клавишу Alt, то цвет, который мы с помощью пипетки забрали, будет присвоен цвету фоновому. Ну и раз уж я в эту историю полез, более подробно рассказывать, давайте заодно я напомню, что пару таких нюансов небольших. Даже если вы в руках держите не пипетку, а держите в руках кисточку, вы можете, зажав клавишу Alt, на время превратить кисть в пипетку и с зажатым Alt кликнуть по картинке, тем самым взяв цвет данного участка в качестве образца основного цвета для рисования. Вот в процессе рисования это оказывается часто очень-очень удобно. Зажали Alt, быстро с самой картинки подхватили цвет, продолжили им рисовать. И вот здесь есть засада, с которой мне в свое время пришлось столкнуться и пережить где-то пару недель, наверное, очень серьезного дискомфорта. Потом я эту информацию нашел или просто сам как-то наткнулся, выяснил, почему так происходит. Иногда может оказаться так, что пипетка, когда вы кликаете по картинке, забирает образец, но присваивает его не основному цвету, а цвету вспомогательному, фоновому. Так происходит, если вы поменяли настройку в палитре Color. Вот есть еще вот такая вот палитра, но сводчи сейчас разбирать не будем, не самая интересная вещь. В свой черед до них дойдем. Палитра Color. Можно ее растянуть, поле будет большое, можно ее свернуть, можно попробовать какое-то другое представление здесь выбрать. Давайте, например, не кубик. Да, если вы удивляетесь, почему кубик, потому что вот это плоскость, а это третье измерение. То же самое, что в палитре Color Picker. Здесь чаще всего все-таки стоит что-то подобное. Вот такое вот, RGB Sliders, и вы можете вводить значение Red Green Blue, либо двигать регуляторы, либо, если хотите, вот с этого поля брать образцы цвета. Можно это поле увеличить, для того, чтобы было удобнее выбирать нужный вам оттенок. Ну, я сознаюсь, я этой палитрой не пользуюсь, я к ней не привык. То есть я беру либо пипеткой, как правило, цвет с картинки, либо просто ввожу его вот здесь, через Color Picker. Но если нравится, можете этой палитрой пользоваться. Однако в ней есть вот та самая неприятная маленькая хитрость, которая потом может испортить жизнь. Если вы переключитесь на настройку цвета фонового, и регуляторы, которые вы вводите, или вот эти вот клики по нижним образцам, будут менять именно фоновый цвет, задавать фоновый цвет, то и пипетка начнет с картинки, забирать образец для фонового цвета. Смотрим вот сюда, кликаю пипеткой, на клавиатуре ничего не нажато, видите, пипетка забирает цвет фоновый. И только с зажатым Alt она начинает забирать образец для основного цвета. Это крайне неудобно. Это вот шиворот на выворот меняет логику работы инструмента. Неудобно почему? Потому что если я возьму в руки кисточку и зажму Alt для того, чтобы на время превратить ее в пипетку и быстро взять себе образец цвета, образец будет забираться не как основной цвет, а как цвет фоновый. Если у вас вот так чудаковато себя пипетка начала вести, откройте палитру Color, переключитесь здесь на настройку основного цвета, For Ground Color, и пипетка станет работать, как и прежде, нормально. Давайте закроем эту палитру. Почему? Я начал рассказ про кисточку, про настройки кисточки с объяснения, как установить цвет для рисования. Кому-то это может показаться смешным, но неоднократно я это встречал и когда-то даже сам в подобные ситуации не попадал. Ситуация выглядит примерно так. Вот я взял кисточку, я проверил все настройки, предположим, я рисую по маске слоя, рисую, рисую, рисую. А почему у меня ничего не рисуется? Это вопрос, который мне в каждой группе в Академии фотографий, где я такие оффлайновые занятия в классе провожу, в каждой группе хотя бы раз кто-то этот вопрос задает. А они рисуются, потому что вы рисуете белым. И белым цветом по белому полю, естественно, кисточка никакого видимого следа оставлять не будет. Первое, что всегда внимательно контролируем, это цвет, которым мы хотим рисовать. Ну ладно, с цветом разобрались. Давайте теперь пройдемся по настройкам кисти. Это действительно основные настройки, которые все время на виду. В первом выпадающем поле появляется вот такая весьма приличная палитра. Мы чуть позже обсудим, что здесь за дополнительные элементы. А вообще-то из этой палитры чаще всего используют вот эти две настройки. Это размер кисточки, измеряется он в пикселях. Кисть большая, кисть, соответственно, маленькая. И жесткость границ. Давайте, чтобы было понятно, что означает жесткость границ, я просто сделаю мазок мягкой кистью и жесткой кистью. Харднесс на нуле — это кисть мягкая. Один раз кликаю, получаю вот такой отпечаток. Видите, края плавно сходят на нет. Харднесс на максимум. Кисть жесткая. Photoshop и диаметр этой кисточки на экране показывает больше, хотя само значение размера кисти я не менял. Если я теперь кликну, то мы увидим вот такой вот четкий, резкий, с резким краем отпечаток. Максимальная жесткость краев. Почему визуально отображается больше диаметр? Потому что Photoshop, когда выводит на экран размер кисти, выводит его по границе 50% воздействия. То есть здесь это край, а вот в этом случае, если кисточка мягкая, вот оно воздействие 100%, вот оно сошло на нет, в ноль. То есть, естественно, диаметр будет где-то вот так отсчитываться. Давайте, кстати, проверим. Харднесс ставим на ноль. Да, действительно, если навестись, то видно, что примерно на середину растушевки, которая на краю есть, попадает. Вот эта растушевка по краям берется в процентах от диаметра кисти. Поэтому даже если у вас будет максимально мягкий край, а, как правило, кисточку используют с максимально мягким краем. Ну, бывают, конечно, ситуации, когда края делаются пожестче, но обычно рисование все-таки идет мягкими кистями. Вот эта ширина растушевки, она будет зависеть от диаметра кисти. Если я делаю мазок вот такой вот толстой кистью, а, да, прошу прощения, я в процессе пока пипеткой здесь манипулировал, взял серый цвет. Давайте опять черный возьмем. Если я делаю мазок вот такой кистью, у меня довольно широкая зона растушевки по краю мазка. Если я при той же самой нулевой жесткости беру кисть маленькую и делаю мазок вот такой вот маленькой кистью, ширина зоны растушевки гораздо меньше. Но в процентах от ширины мазка она одна и та же. Вот здесь, собственно, кроется одна из маленьких хитростей. Ну, как хитрость? Она на поверхности лежит, но лучше сразу ее озвучить. Если вам необходимо при работе кистью получить более жесткую границу у какой-то области, сделайте меньше диаметр. Это гораздо эффективнее, чем управлять параметром харднес. Ну и замечание по поводу скорости работы. Чтобы каждый раз не лазить вот сюда в эти настройки, размер кисти можно менять с клавиатуры. Правая квадратная скобка увеличивает кисть. Увеличивается она по некой стандартной сетке размеров. Вот видите, здесь через 100 пикселей идет. Когда опускается до 300, вот 400, 300, идет через 50. Опустив до 200, идет через 25. Ну, то есть вменяемый такой разумный шаг. Или, если вы хотите менять жесткость границ, нужно использовать левую и правую квадратные скобки только... Так, нет, прошу прощения, только с шифтом. Шифт, правая квадратная скобка увеличивает жесткость. Вот здесь по превьюшке видно, что кисть стала жестче. Шифт, левая квадратная скобка жесткость уменьшает. Одно нажатие, вот у нас харднес было на нуле, одно нажатие, шифт, правая квадратная скобка меняет на 25%. Я привык менять диаметр кисти именно таким образом. Если хотите, есть еще один способ, как можно поменять размер и жесткость кисточки. Для этого надо зажать Ctrl-Shift. А, Ctrl-Alt, прошу прощения. И тогда, двигая мышку влево-вправо, вы будете менять диаметр. Двигая курсор вверх-вниз, вы будете менять харднес, жесткой границы. Вот это большое красное пятно, не маленькое красное пятнышко возле курсора, а большое красное пятно, оно вам наглядно визуализирует кисть, как она будет выглядеть. Эта функция достаточно новомодная. Она появилась, ну сколько может быть там, 4-5 версий фотошопа назад. Я уже не помню точный момент ее появления. Я лично ей пользоваться не привык. Ну, если вам будет удобно, можете попробовать. Ctrl-Alt нужно зажать на Mac. Что нужно зажать под Windows, даже не скажу. Надо пробовать, потому что кнопка Ctrl на Macintosh аналога под виндами не имеет. Но очень может быть, что тоже Ctrl-Alt зажимаете, и это сработает. Это то, что касается размеров и жесткости границ. Следующая кнопочка, которую мы видим в палитре Options, вызывает дополнительную палитру Brush Settings. В русской версии фотошоп эта палитра называется кисть. Эту палитру мы рассмотрим отдельно, потому что в ней очень много всяких интересных настроек. Это вот у нас половина занятия точно на нее уйдет. Давайте пока что ее свернем. Следующий параметр — режим наложения. Режим наложения показывает, по какому алгоритму мазок, который делает кисть, будет взаимодействовать с картинкой, на которую этот мазок наносится. Чаще всего кисточку используют в режиме Normal. Ну, просто задача чаще всего стоит именно такая, просто нарисовать цветом какое-то пятно, чтобы оно закрыло старую картинку. Периодически используются режимы Ducking, Lighten, хотя мне все-таки больше импонирует идея сделать отдельный слой и слою поставить режим наложения, а уже в нем рисовать. Ну, это уж по ситуации. При доработке масок нередко можно встретить кисточку в режиме Overlay, но в любом случае вот это нужно как минимум просто проверить. Если вы поставите какой-нибудь режим вместо Normal, а поставить его можно случайно, даже если у вас не стояла задача поменять режим наложения кисти, есть какие-то клавиатурные сокращения. Я их до сих пор не знаю и учить не собираюсь, просто я замечал, что задев что-то на клавиатуре, я иногда менял режим наложения кисточки. Да, есть еще вот такой вариант. Сейчас нажать на... Сейчас один момент, здесь что-то с чем-то. Вот, нажать на Ctrl-Shift и у вас выскочит контекстное меню, где вы сможете переключить тоже режим наложения кисти. Вторая причина, почему кисть не рисуют. Потому что поставлен какой-нибудь не тот режим. Но если я поставлю, например, режим Screen, давайте вот по этим градиентам попробуем порисовать. Ну, дальше можно хоть обрисоваться. Но когда мы делаем мазок черным цветом, в режиме Screen черный цвет ничего поменять не может. Может случиться так, что все-таки что-то будет меняться. Ну, предположим, кисточка стоит в режиме Overlay, и мы рисуем с вами черным. Но тоже возникнет проблема, потому что вот здесь в средних тонах, например, меняется. А вот здесь вот я пытаюсь черным рисовать, и затемнение не происходит. То есть, если кисть ведет себя странно, если она отказывается оставлять после себя след, второе, что нужно проверить, это режим наложения кисти. Давайте его вернем в Normal. Ну, а дальше мы подходим к двум настройкам, которые здорово, в общем, похожи друг на друга. Это Opacity, непрозрачность кисти, и Flow. В русской версии Flow называется нажим. Хотя разумнее было перевести как поток. Поток краски, который стекает с кисточки. И тот, и другой параметр занимаются тем, что уменьшают количество краски, которая переносится на бумагу. Если при 100% значениях я делаю мазок, и у меня участок сразу окрашивается в черный цвет, то уменьшив значение Opacity, например, я делаю мазок, и черная краска накладывается, но накладывается не целиком. Накладывается вот 46% от максимума. Делаю еще один мазок, накладывается еще какой-то слой черной краски, но тоже опять неполный. Там, где мазки накрывают друг друга, естественно, все больше и больше черной краски оказывается, все темнее картинка. Там, где попадает на белый, получается, соответственно, вот такой вот серенький цвет. В чем отличие Opacity от Flow? Отличий два основных. Первое — это форма мазка. Давайте сделаем сначала Opacity 50% и сделаем просто вот такой вот мазок. А теперь вернем на место непрозрачность и уменьшим значение для нажима. Тоже 50, я специально одинаково выставляю для частоты эксперимента. И той же самой кисточкой с тем же диаметром, с той же жесткостью границ, сделаем мазок вот здесь. Мы видим, что мазок этот визуально несколько уже, то есть у него центральная часть более плотная. Тут 50 и здесь 50, но при уменьшении Flow краски все-таки перетекло больше. И вот эта центральная часть, она немножко поуже. А по сторонам здесь вот сбоку идут более широкие зоны, где краска быстрее исходит на нет. То есть при регулировке Opacity более плоский получается след, здесь получается с более выраженным градиентом в поперечном направлении. И он такой, как более объемный выглядит. Вот это первое отличие. Второе отличие — это поведение кисточки при длинных мазках и самоналожении этих мазков друг на друга. Ну, самого на себя верни. Давайте кисть поменьше диаметром сделаем. И точно так же сначала выберем Opacity 50%. И вот я делаю вот такой вот длинный мазок. Видите, проводя несколько раз по той же самой траектории, где кисть уже проходила, отпускаю кнопку мышки. Это один мазок в одно касание. Мы видим, что там, где инструмент прошел несколько раз, уплотнений краски не происходит. То есть это ровно то же самое, что сделать новый слой. На этом новом слое вот так вот порисовать. Логика очень простая. Там, где черный ложится на черный, он чернее уже не станет. А потом этому слою уменьшит непрозрачность до 50%. Да, вот получились абсолютно одинаковые мазки. То есть идея работы регулятора Opacity в том, что один мазок как бы целиком делается черной краской, а потом целиком его непрозрачность уменьшается, когда вы мазок закончили. Ну, конечно, если сделать какой-то второй мазок, если вот здесь еще раз накрасить, ой-ой-ой, извините, Opacity опять поставим 50%. Если накрасить еще раз, если мазки наложатся друг на друга, да, здесь уплотнение произойдет. Здесь мы два раза положили по 50% краски. Если вы будете регулировать флоу, то в этом случае действительно он напоминает этот регулятор поток краски, который стекает с кисти. Если кисть пройдет дважды по одному и тому же месту, в этом месте будут уплотнения. Но давайте я даже поменьше сделаю значение флоу, потому что сейчас не очень хорошо видно. Пусть будет вот так вот. Вот. Видите, там, где мазок накладывается сам на себя, краски наносятся больше. То есть логика работы флоу другая. Photoshop не считает, что мы сначала сделали весь мазок, а потом равномерно уменьшили непрозрачность. Но считает, что с кисти все время течет краска. Провели несколько раз, получили уплотнение. Не знаю, насколько это будет важно, вот именно вот это отличие. Ну, для художников, наверное, это может где-то послужить, пригодится. Поскольку ретушер работает короткими движениями, как правило, то есть какими-то вот такими вот мазками, то в этом случае все-таки мазок накладывается на мазок. И разница между регулировкой флоу и регулировкой апэсити оказывается, в общем, весьма-весьма незначительной. Попробуйте инструмент. Посмотрите, что вам больше нравится регулировать. Тем и управляйте. Ну, а для того, чтобы быстрее менять эти параметры, можно использовать клавиатуру. Достаточно нажать на цифровую клавишу. Нажимаете на пятерку, апэсити 50%, на двойку 20%, девятка 90%, нолик, соответственно, 100%. Если быстро набрать, предположим, 14, ввести 1,4 без перерыва, то наберется ровно 14%. Ну, и все то же самое, только с зажатой клавишей Shift. Shift 5 — это флоу 50, Shift 2 — это флоу 20 и так далее. Таким вот образом можно быстро менять плотность мазка, которую вы делаете. Непрозрачность, либо поток. С недавних пор появился еще вот такой смешной параметр смуфинг, сглаживание. Ну, вернее, как появился. Вообще-то этот параметр был. Он всегда был. Ну, не всегда, может, но очень долгое время уже был в настройках кистей. Просто он не выводился в палитру Options. То есть раньше он и не имел вот такой вот вспомогательной настройки. Раньше это просто была галочка — сглаживать мазок, либо не сглаживать. Сейчас настройки немножко расширили, и теперь вы можете степень сглаживания установить самостоятельно. Что это за сглаживание, для чего оно нужно? Проследите сейчас, пожалуйста, за красным кружочком, за указателем мышки. Вот давайте поставим смуфинг на ноль вообще. И я вот таким вот образом, подергивая бодро вверх-вниз мышь, получаю такой волнистый мазок. Как двигался красный указатель, ровно точно так же и выглядит мазок. Теперь давайте смуфинг поставим на 100. И точно так же, видите, у меня бодренько двигается вверх-вниз, красный кружочек колеблется, а мазок получается гораздо более плавный. То есть этот параметр показывает, насколько сглаживается, ну, как это назвать, тремор, в общем-то. То есть он позволяет подавить тремор руки, который дает некоторую волнистость мазка. Если не делать так нарочито, как делал я, если просто провести слегка дергаясь, вы получите практически идеально ровную линию. Я эту настройку не очень люблю. Она стоит по умолчанию 10%. Я обычно 10% оставляю. Мне все-таки нравится идея, что курсор отслеживает траекторию моей руки. Она пока еще не дрожит. Но в каких-то случаях, в каких-то специфических ситуациях, может быть, вам вот это сглаживание поможет. Три кнопочки, которые находятся рядом. Да, вот здесь есть еще какие-то дополнительные опции сглаживания. Я, признаюсь, сюда даже не особенно лазил. Хотите, можете просто почитать дополнительно где-то в хелпе, в адобовском. Ну, если вы не будете чересчур активно использовать эту функцию, то можно оставить все как есть. Три дополнительные кнопки. Давайте начнем с аэрографа. Когда-то раньше аэрограф был отдельным инструментом. То есть была кисточка, а был пульверизатор. Потом его решили убрать, а режим пульверизатора просто оставили как вариант работы кистью. Если этот режим не включать... Так, давайте-ка мы немножко освежим. Вот так вот экран. Если этот режим не включать... Когда вы делаете мазок и где-то останавливаетесь, и стоите, ждете, тут ничего не меняется. То есть независимо от того, насколько быстро вы проводили курсор, краска накладывается в одном и том же количестве. Если включить режим пульверизатора, в том месте, где ваш курсор замрет, краски будут напыляться больше. Вот видите, здесь получаются такие более жирные точки. Ну а если использовать это не с регулировкой opacity, все-таки сама идея, что краски напыляются больше, она требует, чтобы мы не в логике opacity действовали, а действовали в логике flow, в логике нажима. То есть чем дольше стоим, тем сильнее затемнение. Вот тут аэрограф развернется в полную мощь. Режим аэрографа, чем дольше мы держим, тем больше краски. Ну можно, соответственно, вести его так медленно, а можно вести быстро. В зависимости от скорости, с которой двигается курсор, у вас получается либо более плотный, либо менее плотный мазок. Если аэрограф отключить, то с регулировкой flow тоже все будет однородно, никаких вот этих неоднородностей не появится. Последние две кнопки, которые у нас остались, в основных настройках работают только с планшетом. Поэтому вот теперь уже я включу планшет. Сейчас он найдется. Поскольку он беспроводной, подключился. Кстати, очень рекомендую, очень удобная штука, вот такой вот Intuos. Называется он Intuos BT-S. Ну, S это small. Заряжается от провода, то есть его можно подключить через USB, можно работать через Bluetooth. Берем перышко и делаем какой-то мазок. Видим, что точно так же, абсолютно так же, как и мышкой. Да, давайте даже вот что сделаем. Уменьшим, например, значение Opacity. Тоже проведем еще раз мазок. Опять-таки, так же, как мышкой, только серенький. Первая кнопка рядом с Opacity, если ее нажать, она включает регулировку непрозрачности мазка в зависимости от степени нажима на перо. То есть теперь, если я веду и нажимаю на перо слабо, у меня получается краски мало. Нажимаю на перо сильнее, краски много. Опять нажимаю слабо, опять меньше. Ну, если вот таким вот легким движением работать, то можно получить мазок, который плавно сходит на нет. Причем, судя по всему, а давайте, кстати, попробуем вот что. Такой честный эксперимент. Вот здесь, например, попробуем вот так вот провести. Ну, кисточка себя ведет, действительно, регулируя непрозрачность. Самонакладывание мазка не привело к тому, что на наложении появились более темные пятна. То есть, да, вот это именно регулировка опэссети. Но, немножко забегая вперед, могу сказать, что кисточки можно задать в качестве динамически меняющегося параметра, реагирующего на силу давления на стилус, можно задать и изменение флоу. Это мы чуть позже обсудим. И вторая кнопка, вот она, если ее активировать, то сила давления на стилус будет менять диаметр кисти. Вот это я давлю слабо, вот это я давлю сильнее, вот это вот опять давлю слабо. Ну, то есть, чем сильнее давите, тем шире кисть. Максимальный возможный диаметр при сильном нажиме это то, что вы указали как диаметр кисти. Если нажим меньше, то, соответственно, и диаметр получается меньше. Сознаешь, для меня это немножко непривычно, потому что я все-таки привык ориентироваться вот на этот кругляшок по размеру. И поэтому, когда я вот так вот при небольшом нажиме делаю мазок и вижу, что мне обещали вот такой ширины, а получился вот такой, ну, это вызывает некий диссонанс. Но уже привыкаю. Кстати, если вам потребуется отрисовывать какие-то действительно тонкие линии, вам нужно будет поменять настройки планшета. Видите, как у меня. Я сейчас буквально ну вот едва-едва кисточкой просто касаюсь планшета, вообще не нажимаю. И получается довольно широкий мазок. Можно сделать диаметр кисти поменьше, но все равно вот я опять едва-едва касаюсь и все равно по умолчанию такая широкая колбаса червяк какой-то вылезает. Для того, чтобы рисовать тонкие линии, нужно отрегулировать реакцию пера на нажим. Для этого заходим в настройки планшета. Вот они, системные настройки. У меня вот он, вакуум. И в настройках планшета для фотошопа, это тоже такая важная опция, здесь можно для разных программ по-разному настраивать. Для фотошопа у пера делаем меньшую чувствительность, то есть, чтобы надо было более жестко нажимать на перо, чтобы оно реагировало. Ставим вот такую настройку и в этом случае вот такой совсем легкий нажим, видите, оставляет уже очень тонкую полосу. Нажму посильнее, естественно, полоска будет посильнее. То есть, если вы настроены на отрисовку каких-то тонких элементов, перо придется настраивать достаточно грубо. Что у нас с вами? А, собственно, из базовых, из основных настроек все. При работе с мышкой, как правило, вот этого хватает. То есть, переключаем непрозрачность, либо нажим для того, чтобы отрегулировать силу воздействия, быстро меняем правой, левой квадратной скобкой, либо через Ctrl-Alt- диаметр кисти. Ну, что еще, как говорится, нужно старому пирату, чтобы встретить старость. Для более продвинутых, более творческих задач, особенно, если вы решили поработать с планшетом, с перышком, конечно, хочется иметь доступ к большему количеству настроек. upuncture, то что вы чтобы они пропонировать, чтобы они �든, чтобы они тоже подобраться. Продолжение следует...